вот вчера мы изучали разницу между яблоком и апельсином на трех клубах на нулевом где у меня немцы французы на разговорном где все-таки немножко уже говорят по-английски и на третьем на таком продвинутом где уже говорят вот и значит соответственно нулевики могли только сказать допустим что яблоко зеленые а оранж значит не зеленый допустим яблоко маленькое оранж значит большой ну разговорники уже могли сказать побольше а продвинутые уже закончили тем что значит там уже рассуждали на каких широтах они растут и разница в условиях их выращивания и прочее прочее вот сравнивали разницу между яблоком и апельсином то есть через это перед моими глазами прошло достаточно людей и конечно я очень им всем сочувствовал я понял одну очень важную вещь вообще про разговорный язык который я хочу сейчас всем сказать чтобы мне не повторяться снять на видео в чем собака зарыта вот если мы сейчас с вами возьмем допустим для примера две руки левую и правую и скажем человеку ну давай сравни левую правую руку и на русском языке допустим человек начнет говорить ну левая рука в принципе от правой руки ничем не отличается в принципе руки-то одинаковые так если даже их вот заснять так непонятно какая из них какая вот то есть это конечно чисто условность это много может быть веков назад люди как там видео между собой договорились что левая значит слева слева это вот тут а право это справа справа то вот тут и так далее так далее то есть это будет говорить человек у которого словарный запас вот такой вот такой словарный запас на русском ну естественно если мы спросим одного из моих учеников сказать это все на английском а вот то он конечно начнет то же самое пытаться что-то сказать если у него такой словарный запас он будет много говорить но в реальности как говорится люди делятся тоже как и яблоки и апельсины на две половины у кого-то вот такой словарный запас да а у кого-то вот такой словарный запас по деревне яблоки и апельсины поэтому вот что я заметил что люди делают и очень многие мучаются этим они имея вот такой русский словарный запас начинают думать по-русски составлять сложные предложения, говорить сложные вещи, а потом ищут слова английские вот отсюда, вот к этому. Понимаете? Оно никак не получается у них, и поэтому они сильно мучаются. Поэтому тут, видимо, штука такая. Нужно понять, что это твой русский словарный запас, это твой английский словарный запас. Когда тебя спросили, как сравнить левую руку справа и вообще, где твоя левая рука, а у тебя только четыре слова, раз, два, три, четыре. Вот, допустим, это слово left, левая, это right, правая, это слово hand, а это слово this, это, к примеру. This, как у немцев, this is, допустим, это есть, вот все, что ты знаешь. Так, нужно взять этот русский словарный запас, понимаете, отодвинуть в сторону и вообще им не заниматься. Нужно составлять из того, что у тебя есть. Составлять из того, что у тебя есть. То есть, есть у тебя эти слова? Значит, right hand, right есть hand, left, да? Не важно. То есть, вот говоришь тогда, показываешь на руку, говоришь, this left hand, left, left hand, this left hand. Это все, что ты с этим словарным запасом можешь сказать. Поэтому нужно думать о том, какие кубики реально у тебя есть в английском языке. Что бы тебя не попросили. Построить попросят домик. Ну, строй уже домик уже из этих четырех. Ну, что делать? Ну, как-то они поймут, да? Может, даже нарушая, так сказать, иногда, как это все вообще составляется. Вот так вот может быть, понимаете? Ну, как-то так. То есть, ну, люди этого не делают. Я понял, что это два разных типа мышления. Это действительно два разных типа мышления. И вот такое мышление, это такой некоторый оппортунизм. Понимаете? Когда человек из того, что он имеет, так, он, так сказать, ищет любую возможность из этого создать, что вообще возможно создать. Он не думает так серьезно и глубоко, понимаете? Он думает по-другому. А другой тип человека, да, вот как эти оранжи с апельсинами, это разные действительно, видимо, люди. Разный тип мышления. Другой тип мышления ему нет. И вот ему нужно, значит, сказать правильно, он начинает на русском свое сложное предложение. Потом он мучается, что этих слов всех у него нет. У него есть только вот таких вот четыре, да, из всего вот этого. Понимаете? То есть, нет, нужно для самого себя определиться, что вы хотите. Если вы хотите просто говорить, чтобы как-то выкрутиться из ситуации, ну, что-то сказать по мере возможности, так, ну, нужно все равно переходить на этот тип мышления. Это раз. И я считаю, что даже и такой человек, такой многоглаголевый, такой серьезный, хочет знать много слов, ему все равно нужно начинать с того, чтобы строить из того, что есть, но все равно что-то говорить, что-то строить. Самое простое. Самое простое. Потому что он научится складывать вместе. А в английском, в принципе, там знать порядок предложения, да, самый такой базовый, да. Я люблю кофе, да, every day. I like coffee every day. I play football every day. Соблюдать местоимение, сразу глагол. Такие простые вещи. И мы уже говорим. Понимаете? Но надо вот оставить это в стороне. Не думать русскими сложными предложениями. Может, тут немножко у людей самолюбие тоже, я считаю, что, может быть, отчасти играет. Нужно осознать, признать спокойно, свое, так сказать, свой уровень. И потихонечку его настраивать. Потихонечку. Потому что из этого в это быстро никак не перейти. Но начинать уже строить. То есть вот такие вот простые построения, они научат вас очень многим навыкам. Во-первых, просто вы будете говорить. Во-вторых, вы просто будете все равно что-то в своей голове уже искать по-другому. Вы будете искать те кубики английские, которые у вас есть. А потихонечку свой словарный запас, он настроится сегодня словечко, завтра словечко. Он потихонечку, он будет строиться потихоньку. Ну, конечно, а те, кто хочет все-таки, те, кто хочет все-таки вот так вот много говорить и все объяснять, тогда в руках этих людей, в руках этих людей я должен видеть как минимум такой словарь. Правильно, так же? А лучше вот такой словарь. То есть нужно осознавать, что тогда нужно постоянно работать со словарем. И если вы начали свой монолог, вас что-то спросили, тогда должны сказать One moment, one moment, please. Минутку дайте мне. И там поискать те сложные слова, которые вы хотите употребить в ответе, если вы не хотите работать по этому принципу. И даже уже не такой словарик, а уже вот такой словарик. Правильно, первый вот этот двухторник. Там всего-то 100 тысяч слов. Буквально за неделю сел, прочитал, и все ясно. Но я шучу, конечно. То есть или вы должны осознать, или вы работаете постоянно со словарями, накапливаете слова, и вы говорите соответственно вашему русскому уровню, или вы оставляете свой русский уровень как бы в покое, и когда вы говорите по-английски, вы говорите из тех английских кубиков, которые есть в вашей голове. Вы думаете, какие у вас есть английские кубики? Эти, эти, эти. Как из них построить что-то похожее на ответ? Или на какое-то утверждение? Или на вопрос? Поэтому я даю людям самые такие азы, чтобы они уже начали их использовать. Вот такая мысль. В помощь всем страждущим. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok